Я сижу уже 10 лет, уже второй срок за преступления, относящиеся к этой категории, так называемые преступления, конечно. Первый срок был за сам издать, за бумажную газетку, очень маленького формата и тиража, а второй срок вот сейчас мотаю в основном за публикацию в интернете, за публикацию своего личного мнения. Отношусь я к таким вещам сугубо негативно, я думаю, что понятие язык вражды, о котором, собственно, идёт речь, и которое, как я знаю, присутствует не только в российском законодательстве, в России оно так не называется, но в таком виде оно присутствует в законодательстве практически всех европейских стран. Я думаю, что это вообще искусственное понятие, оно искусственно выдуманное, и оно, в общем-то, существовать не должно. Я считаю, что правила на существование оно не имеет. Я лично на своём десятилетнем опыте и на опыте других людей, которые сидят за то же самое, есть мои знакомые, есть люди, которых я знаю заочно, это государство ломает человеку жизнь за его взгляды, за его убеждения. Я думаю, что человек имеет право высказывать своё личное мнение, как он хочет и где он хочет. Никто не имеет права его за это карать, сажать в тюрьмы, закрывать его, так сказать, на целые годы, отрывая от семьи, от дома и так далее, ломая ему жизнь. Поэтому, на мой взгляд, проблема не существует, она чисто искусственная. Язык вражды, язык ненависти – это туфтовое, придуманное понятие, это борьба с фантомом просто, с ветряными мельницами. Есть фундаментальное понятие свободы слова, и оно должно соблюдаться. Никакие ограничения здесь недопустимы, потому что ограничения выхолощивают понятие свободы слова, сводят его на нет. Я знаю, что, к сожалению, в России это началось очень давно. В России, как известно, первые казни за устную критику властей были ещё при Иване Третьем. Это известно. Известен этот дьяк Берсинь, Иван Берсинь, которого казнили за устную критику Ивана Третьего. Но и в Европейском Союзе это сейчас процветает. Я знаю, что много раз тыкали сторонники Посада, Корестов, в том числе мои личные враги, которые меня ненавидят, есть такие, много раз злорадно говорили, что во всех странах Европейского Союза сейчас существует вот это понятие язык вражды и ненависти, и во всех странах Евросоюз официально, централизованно предписывает всем странам, в него входящим, иметь это понятие в своём законодательстве. И карать за язык ненависти и так далее. Я считаю, что это полный позор. Абсолютно возмутительная и безобразная ситуация. Ничего подобного быть не должно. Люди имеют право высказывать своё мнение. Если это слова, а не действия, то карать за слова совершенно недопустимо. Если это действие, то это дело другое. На мои три процесса, которые были надо мной в России, никого не смогли вытащить, найти следствие не смогло. Ни одного человека, пострадавшего от меня, или пострадавшего от тех, кто читал меня, или как-то ещё, так сказать, хоть кого-нибудь выставить, ну, пострадавшим от Стамахина. Этого не получилось. То есть никакого, так сказать, ущерба никому не нанесено, ничего реального в реальной жизни не произошло. Есть только буковки, строчечки на экране компьютера, на мониторе. Из-за них у меня вот уже отсижено 10 лет, и ещё 2 осталось. Это совершенно возмутительно, и быть этого не должно. Проблема абсолютно целиком искусственная и надуманная. Это, как говорится, моё основное фундаментальное отношение к этой проблеме. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас вы отбываете наказание, уже по сути третий срок, и там, насколько я знаю, у вас в том числе есть статья 205.2 Уголовного кодекса публичное оправдание терроризма. Вот в чём оно заключалось? Можете пояснить? Оно заключалось тоже в высказывании моего личного мнения, ни в чём ином. Кстати говоря... Что-то там по поводу Александра Второго. Именно со мной связан замечательный, ну, вопиющий совершенно эпизод, впервые в долгой истории, так сказать, России, да и других стран, наверное, тоже, когда оправданием терроризма была названа даже не моя, а просто я в своём издании напечатал, так сказать, чужой текст в ознаменовании годовщины казни Александра Второго партии народной воли в 1881 году в Петербурге. Вот это знаменитое историческое событие, которое изучается в курсе истории, оно есть во всех учебниках истории России, именами людей, которые организовали названные улицы, площади во всех крупных городах, и некрупных тоже. Это широко известное событие, и в советское время эти люди считались героями. Однако сейчас было заявлено, что писать о них хорошо, это оправдание терроризма. У меня буквально в приговоре 2014 года фигурирует фраза оправдание терроризма народовольцев, убивших Александра Второго. И это расценено по 205-й, 2-й, 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 как 7 лет лагерей. За положительное отношение к этому историческому событию. Я, например, считаю, что точно так же, как и язык вражды, так называемый, это понятие, оно вообще не имеет права на существование, это просто бред и абсурд. Никаких оправданий, разжиганий, это категории из психологии, может быть. Я не знаю, я не психолог, конечно, но эта категория может быть из психологии, но уж никак не из юриспруденции. Никоим образом понятия оправдания и других выражений личного мнения не могут вообще оцениваться законом. Я могу только вспомнить в этой связи, я говорил об этом на суде в 2014 году, что у Сталина, в его, так сказать, так называемой юриспруденции после Второй мировой войны, у него были так называемые литерные статьи, которые в Уголовном кодексе не фигурировали, а обозначались буквами. Преклонение перед Западом, восхваление западной техники и восхваление западной демократии. Об этом пишет Солженицын в Архибеладе ГУЛА. А у низкопоклонства как-то так он... Нет, он приводит, я помню, конкретно восхваление западной техники, восхваление западной демократии и преклонение перед Западом. Низкопоклонство тоже был такой термин, но он больше в публицистике фигурировал. У юриспруденции, по-моему, нет. Это практически то же самое. Это лишнее, наглядное, яркое доказательство, что нынешняя Россия исследует по стопам Сталина, недаром она ставит ему памятники и население считает Сталина величайшим вождем всей истории России. То есть фактически это следование прямым сталинским курсом, ничем не отличается. Отличается исключительно пока количеством жертв, пока еще такой массовости не достигли. Но вектор абсолютно тот же самый. За личное мнение, за высказывание, за мысли карать, сажать и, видимо, расстреливать скоро будут. А вот интересная такая тема. Во многих странах Европы, в частности, сейчас вводится уголовная ответственность. Например, за отрицание Холокоста, за отрицание геноцида армян. Действительно, такие серьезные вещи, я бы сказал, и тоже относятся к числу, по сути, вербальных преступлений. Как вот вы относитесь к таким преступлениям? Она даже не то, что вводится, она уже давно введена. Я уже 10 лет назад и больше читал, что за отрицание Холокоста в Германию посадили таких, таких-то и таких-то. И, естественно, все единомышленники, все антисемиты, этих посаженных или даже оштрафованных, немедленно считают мучениками и поднимают их, так сказать, я не знаю, как это сформулировать даже. Они оревого мученица окружаются. Я отношусь к этим наказаниям за отрицание Холокоста и динацида армян точно так же, сугубо отрицательно. По-моему, не может быть худшие, более медвежьи услуги армянам, евреям и остальным жертвам, народам, пострадавшим действительно от динацида, чем вот такие действия. Потому что у любого, ну, у любого человека, который, может быть, это глубоко не знает, эту ситуацию, или просто он где-то от этого далек, но мыслит более-менее непредвзято, сразу возникнет мысль, ага, значит, здесь что-то нечисто. Если за отрицание, за высказывание каких-то мнений или каких-то доводов сажают в тюрьму или штрафуют даже, значит, что-то не так, значит, им есть что скрывать этим евреям. И антисемиты на этом, именно на этом они основывают свои, так сказать, глумления вот это вот над здравым смыслом, что раз они сажают, эти холокостники, они сажают за отрицание, значит, это всё действительно туфта, этого ничего не было, это враньё. Поэтому это позорнейшая ситуация тоже. Я даже не знаю, как вообще додумались до этого, а до этого додумались тоже достаточно давно. Это никоим образом не предотвратит холокост, если ему, не дай бог, суждено повториться. Это медвежья услуга, это совершенно безобразная, глупейшая ситуация. Сажать за отрицание холокоста или там не нацелить. Армянам тоже от этого ничего не добавится, абсолютно ничего. А вот как насчёт международного права? Всё-таки же установлено, и в том числе на уровне международного права, что запрещается пропаганда, агитация, возбуждающая национальную, расовую, религиозную, ненависть и вражду, пропаганду превосходства, соответствующего. Ну, знаете, что это же, наши же оппоненты говорят, что это же на уровне международного права, что на уровне Конституции даже есть такая норма аналогичная. Как вы знаете? Я читал об этом Конституции, я думаю, что Конституция это не единственное противоречие, которое существует в Российской Конституции, там ещё есть. Но я нахожу, что 29-я статья Конституции, которая об этом говорит, она просто сама себе противоречит, потому что там вторая часть просто противоречит и практически сводит на ней первую часть. В первой части разрешается свободу слова, а во второй она сильно ограничивается, причём произвольно. Я знаю, как это на практике осуществляется. На суд вытаскивается заказное, заранее сделанное по заказу ФСБ или Следственного комитета экспертиза, в которой свои карманные эксперты написали то, что надо, и нашли любой экстремизм, и пойди потом докажи, что нет. А любая альтернативная экспертиза не принимается, и к делу не приобщается, если отказывать в этом судья. Я считаю, что... Я не считаю международное право каким-то фетишем и какой-то святыней, перед которой можно только бухнуться на пол и голову опор разбивать. Я думаю, что надо тоже это осмыслять правильно. Я сторонник не то, что международного права в его существующем формате, я сторонник естественного права и здравого смысла. Я думаю, что это высшие категории и высшие ценности, какие есть. А что касается естественного права, то свобода слова является значимым, важным элементом естественного права. И я думаю, что она ограничена, быть не может. И не надо думать, что если мы что-то говорим, то, не дай Бог, где-то что-то произойдет. Потому что так можно от чего угодно пытаться застраховаться и запрещать вообще все. Это абсолютный абсурд. Если есть свобода слова, то она есть. И еще, по-моему, Бакунин говорил, я где-то встречал цитату Бакунина, известного, знаменитого русского революционера, о том, что если от свободы отрезать кусочек, то вся свобода перейдет в этот кусочек. Вот если где-то в чем-то ограничить, то значит это уже не свобода, если она урезана в каком-то месте, по какому-то вопросу. Это полный бред, абсурд и позор.